теперь еще значит что такое паноптикум я уже говорил что есть у нас он с камерой я туда заношу таких людей которые учат убивать потом когда-то будет книга написана и будет это же наверное это будет наверное это будет программах по обучению студентов чтобы как нельзя работать как течение десятков сотен лет уничтожали садоводство и там будут мои примеры это то что называется кунст камера я это назвал вот это будет отдельная это не отдельно это будет часть университетского обучения и даже там всякого дерьма подошли то что да даже ученым не нужно это знать вот такого добра а вот это вот я по-другому назвал слово паноптикум означает собрание странных необычных личностей и личностей и теперь я знакомлю очередным никогда ни одного одеяла начальника сейчас расскажу вам удивительную историю я подвожу итоги еще раз прошел еще год еще год в могиле лежит николай иван и чижик мой друг его племянница потом со слезами я приехал и не знал что он мертвый я приехал открывая дверь и со слезами на глазах вот тот самый железо вот дядя воспоминал последние минуты жизни меня железо знать почему несколько лет я его посещал я рассказывал ему байте рассказывал мы история сказал это же самое что вам рассказываю а он слушал потому что это был один из самых фанатичных садоводов россии из самых успешных и я сейчас взял на себя обязанность рассказать вам немножко про него потому что вебинар он не бесконечно минутку посмотрю по ногам тянет я уже засудить очень легко например форточкой вот я сказал уже о нескольких десятках таких уникальных личностей я почему скажу потому что да подвести итоги надо но как надо чтобы не просто ругаться а чтобы выяснить причины сделать выводы и чтобы может быть когда-нибудь на нас обратят внимание даже на тех кто могиле еще не поздно объясняю значит когда я познакомился по слухам с ним самый обыкновенный русский мужик вот такая стопка профессионального хозяйства и даже попытки уничтожить свои же уникальные деревья все помощью он сделал один шаг он взял в россошанские опытные станции позвонил там или там письмо написал короче заплатил ему прислали черенки там были черенки в том числе и сувениры востока так сейчас поймете к чему я просто так говорить не буду и так сувениры востока знакомлю с его садом яблоки богатыри груши лады шикарнейшие вкуснейшие вот черносе нет венгерки 50 грамм венгерки к это красотичья необыкновенно и сувенир востока рассказывают то что когда-то станет будут уже студенты учить иначе они другого имя не надо знать 15 деревьев усыпанная прекрасными плодами но что я увидел где поменьше урожая там крупная до 120 грамм сувенир востока посмотрите в эту справочник 40 грамм значит а тут невинности мое чудо на другом 100 граммовый на третьем 60 40 а на некоторых даже это 30 граммовые самые такие заварятники согласно справщику вот и в этот год 2000-2001 год случилась страшная беда та самая сорократная зима вот а я то уже губы раскатал мне черенки нужны так значит я срезал несколько черенков с одного дерева который мне больше понравилось средние между самыми урожайными как бы выбирал не самые-самые а потому что я как бы был похож на буриданного осла помните две торбы тут отборный вес там отборный вес и пока он выбирал несколько дней не мог выбрать какой лучше так и умер вот это библейский персонаж и вот я такой персонаж был я всерезал несколько с двух деревьев из 15 как это было какой-то с его подачи я ему тогда не расплачивать деньгами я ему шелковицу подарил вот дальше что было самое интересное было потом приходит весна после этой тринадцать деревьев мертвых а прививки были на обороте на сливу только просите на какие сейчас не знаю но прививки сувенир востока сливы на сливу 2 которые выжили это какой-то чутье не чутье или нет скорее всего лотерея и как раз которых я брал сельки они остались это теперь внимание давайте пару слов про сувенир востока авторы вея имена артуровцева это очень важный момент появился при скрещении заря гигант гигант знаешь что это за слива это слива больше весом больше 100 грамм дальше только у них такая они настолько мало плодоносят что она скорее нужна вот как раз она нужна для именно для селекции они для того чтобы иметь саду нет тоже надо иметь саду я тоже выписал но они у меня знаете как бывает присылать человеке они где ловят остался без гиганта вот это вот что вы видите размер вес вот это все из литературы все самое ладно мичурин а изначально морозостойкости то есть это его фра она пошла потом и даже в современные учебники то есть вот нет никакой а это послужило когда он обжегся на идея гаше о том что на морозостойке по двое увеличит морозостойкость прямое он на этом обжегся у меня не было таких как у нас представляете я пришел в сибирь у меня тут все что угодно есть сибирки есть китайки есть уссурийская груша есть вот поработал 234 этих вот а у него видимо вознос таких не было и он напрямую потом раз все замерзло тогда он пошел по принципу мичурин давайте так этот супер культурный а это супер морозостойкий и получается знаете как пипец шафран один из считается лучших сортов россии зимних оплодит а вот вот обязательно чем-то что-то будет не так вот урожая сумасшедшие оплоды вот такие и вот что получилось значит пошли по этому пути скрещенская и до сих пор дошли до предела дальше развиваться в этом плане бесполезно нужно переходить на прививки а они не переходят на прививки вот переходить на насыщение ментора не переходят на насыщение ментора не переходят и что получилось дальше вот именно эта фраза что изначально там уже была морозостойкость хорошо допустим я не прав допустим она была изначально давайте будем вот таким отбор 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 помните 15 было 13 мертвых а два этих пусть даже говорит что по двое не увеличиваем морозостойкость но отбор то произведен у них условия были одинаковые вот дальше что сейчас поймете к чему я еще хламил вот эту фотографию сделал на моем саду вот он севернир востока и эту фотографию выслал самому сычал александр иванович почему игру самому потому что это сычев это один из не просто теоретики теоретики практик вот и какими мы какой он статью и он мне написал письмо лекцию я был так горд сам свечу вот я потом а можно я допечатаю в газете а конечно и я еще его это еще и напечатываю уговорил редакторы настолько было важно вот одна из них эти плоды весом 80 грамм уже не 40 вот причем не один не два вообще но только всего этого только всего благословения я продолжаю называть сувенир востока на другом деле вот такой вот уход ты плачь вы знаете современные сорта это же не сто лет и не ты станет не тысячу лет этим сортам вот вот и скрестили вот получили они имеют возможность плыть почему будущее привитая на вы догадались на китайские сливы китайская слива как по двое до 50 выдерживает сами большинство из них вкусные плоды разные а если это привела одну сливу китайскую а вот это на другое здрасте приехали какой здесь теперь настоящий сорт а вот эту фотографию высовался чем а вот это кто бы признался ну-ка еще раз вот влияние по двое но еще не закрепление почему сейчас я объясню я хочу объяснить что такое в наше время а вот еще одна девушка эту фотографию вот это украли вот это украли я вам все докажу вот а это девушка это моя невестка таня татьяна санна вот видите повезло что одна статья была напечатана супер садовники вот видите это такая и теперь увидели ну будем считать что вот это второй вариант а вот это третий вариант вы еще из фотографии опять разное помните то все мошки вот сейчас я объясню почему я это говорю подхожу главным а главное это следующее значит существовала жесткая система и научные институты производят вот вот это вот проведено ведь я же называю сувенир востока королевы сада с уважением с пикетом вот наверное авторы эти выдающиеся такое чудо сотворить ну пусть мы немножко потом расползлись но мы не виноваты на нам запрещали привать и советую не привать мы приваем дальше после этого когда это все создано они должны попасть не просто питомники должны быть выпущены люди которые с ними будут работать то есть студенты и этот самый аспиранта центре прочее прочее эти специалисты различаются по гсу госнотоиспытательные участки на каждые две-три области свой участок там должен вот такой получиться здесь вот такой получится везде должно прижиться главное не погибнут так потом когда протокол подписан в эту самую врез включили потом государственная идет этот самый плодопитомник а там извините с линейкой и попробуйте вырасти некачественный саженец какая-то в черту торговля уволят чертовой матери а сейчас что я вам показывал вот эти вот дерьмовенькие вот такие вот показывал помните и так прервалась все это оказалось никому не нужно а теперь смотрите второй путь который должен стать первым и так где-то они оказались на сашинской станции простой советский садовод самый обыкновенный учился только по представительным хозяйством у него и были вот эти вот страшные смертельные покрышки я у него фотографии делал кто помнит мои статьи еще в презенте покрышки в которых гнили саженцы и он так делал но у него склон большой вот такой это гористое место это только склон тенисея вот и тут труднее было угробить деревья вот и и этот человек уже не мог ходить он выходил только до лавочки саду у него уже несколько лет чтобы сделать эту фотографию я говорю это с огромным уважением чеку от которого пошло от которого все зависело только от того чтобы ему пришло несколько черенков будущее сувенир востока доказать я докажу вот как это выглядело мы приехали вдвоем взял помощника мне нужно было сделать эту фотографию мы взяли у подмышки ноги тащили сзади за ним вы поняли мы тащили его метров десять вверх в сад до первого же дерева подмышки поставили его вот пока он чуть-чуть стоял я успел его сфотографировать и я угадал и мне судьба довелась таким человеком познакомиться его судьба значит черенки забираю у него меняюсь но он и так давал вот вот привожу к себе размножаю за эти годы за эти годы внимание значит было мною продано сотни саженцев сейчас Сергей продает вот таких вот так мною разослано сотни черенков сейчас у меня деревья умирают вот эти вот эти деревья умирают все-таки не выдержали вот ну четыре за черенки а кстати вот посмотрите видите во смотрите внимательно вверху слева видите это не просто обрезано это вот для того и обрезано потом косточки рассылал за все эти годы тысячи а теперь возьмем два пути первый тот самый ГСУ питомники а питомники интересно себя ведут с одной стороны посмотрите я задал себе вопрос сколько сколько в питомниках находится слив причем настоящих что они делают вот картинки внимание давайте смотреть с самого начала вот например страна забита везде есть питомники везде культивируют сливы выращиваются якобы ну то есть теоретически так об этом не знает президент не знает академия наук может ну Масштаб действительно не знает мошенничество посмотрите сюда первая фотография не знаю это моя ну только она-то моя а на черном сайте фигурирует вторая моя четвертая моя линейка знаменитая знаете которая выдала полсотни мошеннических сайтов нет дальше это моя узнаете вы сейчас только вот тут вот видели вот смотрите узнаете моя вот это справа моя дальше вот это внизу слева моя это моя это она же моя вот еще не все чтобы чтобы вот это возможно моя вот это моя сто процентов вот идем дальше вот это моя сто процентов они они все украдены вот и дальше не будем лезть вот вы поняли что вот тут в первом десятке полыновые как они попадают а почему так часто моих а почему моя не одна из сотни или из тысячи а почему каждая вторая или каждая третья да потому что их фактически нету понимаете мошенникам негде чтобы доказать что это они самоназвание я раскручиваю в Венеру Востока с руками оторвут берут вот эту мою фотографию внимание я ничего не выдаю где я взял эту фотографию это не сайта это с моего архива у меня там фотографии они сделаны эти там есть характеристика извините фотоаппарата вот что получается друзья получилось так что было два пути первый путь официальный он полностью умер я железо утверждаю вся система работает в холостую вот институты производят как было мы создали новый сорт груши а раз интернет полсотни этих самых как даже фотографии пришлось спереть чтобы доказать что это сайта там полсотни фотографии везде и всюду сливу так же а сливу то самое заврядное я все смеюсь у нас бабушки можно найти на рынке такими сливами торгуют вот так случилось и тут вот и так же случилось с новым сортом якобы абрикоса посмотрел сало как сало абрикос как абрикос ничем не выделяется что угодно можно преподнести но чтобы новый сорт абрикос преподнести нужно я уже прикидывал они так расползаются минимум 30 лет причем абсолютно у этих как это назвать там условия эти стерильнейших условиях не то что презеративчики чтобы там это чужая это сперма не попала вот пульса и сперма это одно и то же вот понимаете о чем речь вот но это невозможно нет таких моносадов что получается это как мне броски рассказывал рядом скальные абрикосы тайга рядом поселок с абрикосами все одинаково стало понимаете эти пчелы туда носили в тайгу а с тайги носили пульсу культурные сады все смешалось было было привез он с тайги я их это самое вырастил они стали плодносить все разные с каких пор эти самые дикие мажурские абрикосы стали все разными кто наследил откуда это самое где ветром надуло вот что происходит и вот этот путь да он совершенно не нужен все хватит нам этих слив вот это хотел сказать второй путь давайте поможем датчикам а вы что ну я похвастался несколько тысяч костиков заслал за эти годы несколько сотен черенков это что масштабы вот целенаправленная работа должна быть вы помогите макару алексейка помогите это я уже обращаюсь туда а вдруг вы что опять смеетесь вот так вертите когда я это говорю что вдруг услышат вот чтобы макаров чтобы этот самый я уже начинаю фамилии забывать там такие чудеса творятся в садах а сейчас этот Шамиль он меня поразил буквально я ему фотографии писал это во всем мире хочешь мне этот факт был ну правда что сказал шутя у меня наоборот праздник на душе вот когда я эти абрикосы увидел вот ладно вот это я хочу сказать новое направление дачное плюс мини питомники потом они могут преобразоваться в крупные питомники но по принципу сперва изобретем велосипед потом это цикл потом автомобиль потом этот самый ракетный двигатель потом уже летим в космос а не так что сейчас это с юга прислали перевезли несколько миронов саженцев на верную смерть красавцы ну а наши дерьмо уже видели вот этот путь научно-системский институт вот учеба специалистов которые ни хрена они ничему не научились потом этот самый ГСУ испытания уже на местах в регионах вот потом государственные питомники которые плюнули на все и начали торговать этим вот питомник называется в Сибири у нас черешня забраться до того ладно вот я высказал я потерял 30 минут но я высказал то что думал вот это ребята вот таким надо кланяться у нас таких много я знаю таких полсотни сотню ну ни один питомник никого здесь не обратился давайте вы вышлите вот это вот мы завтра быстренько разложим до несколько лет и начнем людям продавать вот это чудо вот тут смейтесь тут пожалуйста это был железом дураком дураком и остался если надеяться на это ни один институт а почему один только это мяски директор этот Ваулин вот поработал с дикими моими полудикими хвостиками добился успеха 欸 гинг помимо